При дворе короля Артура собрались рыцари. Некоторые из них враждают друг с другом, но у каждого рыцаря друзей не меньше, чем n пополам, где n – общее количество всех рыцарей. Например, если рыцари 25, то друзей не меньше, чем 13. Если их не меньше, чем 12,5, значит их не меньше, чем 13. Если рыцари всего 30, то друзей не меньше, чем 15. А друзья могут просто сказать друг с другом? Да, пожалуйста, просто про любых двух рыцарей известно, а не друзья и грани. Ну, то есть на самом деле есть граф на n вершинах. Известно, что степень любой вершины не меньше, чем n пополам. Докажите, что существует замкнутый гамильтонов в Ипутине. Гамильтонов – это значит проходящий во всем вершинам. Есть у нас граф, в котором из вершин выходит много рыцарей. Теперь очень важный вопрос. Как мы будем создавать этот замкнутый гамильтонов? Как еще? Сэс, граф связный. Потому что если у вас из некоторой точки выходит минимум n пополам лёбер, и из некоторой другой точки выходит тоже минимум n пополам лёбер, то смотрите, здесь 1, здесь n пополам, здесь n пополам, здесь 1. и это уже получается одно. Да? Связный. Отлично. Идея такая. Давайте будем потихонечку удлинять и удлинять его путь. То есть начнем с лебра. Представьте, есть кто-то с какого-нибудь лебра. Так? Графа. Если можно из конца лебра еще дальше пойти, пойдем. Если можно еще дальше, пойдем. и как далее, и как далее, в какой-то момент у нас получится такой путь. Давайте считать, что у него все решения разные. для начала докажем, что существует такой путь, в котором присутствуют все вершины нашего графа. Давайте поймем, почему, если в таком пути меньше вершин, чем в нашем графе, меньше, чем n вершин, то на самом деле можно найти такой же путь большей длины. Да. Посмотрите, рассмотрим вторую вершину. Да. Она еще с кем-то соединена. Ну, конечно. Эта точка соединена с первой вершиной, не только по второй, но еще по какой-то. Потому что из этой точки выходит какое-то количество вершин. Да. Выберем одну из них. Выберем одну из них, да. Теперь смотрите, только что поставлена точка, соединена с начала паршрута не только при помощи второй точки, но еще при помощи какой-то. Потому что мы когда считали количество вершин, там было это пополамо. Она соединена вот через эту точку. Представь себе, что она соединена вот через эту точку. Ну, соединена и чем-то она помогает. Нет, я согласен, что идея должна быть здесь примерно такая. Но цель суметь удлинить машину. Начало и конец соединены только с внутренними точками. Вот это лучше. Смотрите, если начало и конец соединены... Слышь, Баруся. Начало и конец, если соединены хоть с чем-то во внешней области, то тогда мы сразу продлеваем машину, правильно? Значит, можно считать, что все ребры сначала идут куда-то сюда, и все ребры с конца идут куда-то сюда. Ну да. И что? Это ничего не противоречит. Вернее, это уже дает нам, что вот эта штука достаточно длинная. Она не меньше, чем эта палата. Я хочу доказать, что существуют две такие вершины, что левая соединена с правым концом, а правая с левым. Ага. Так. Значит, Коля начинает на такой ситуации, что была такая вершина, которая соединена сюда, а эта соединена сюда. Да. Так, ну давайте я сейчас обозначу. А, Б, С и Д. Итак, А и Д – это концы максимального. Ти, да? По количеству, максимально по количеству. Вот. Итак, ну, предположим, что мы это как-то доказали. Итак, у нас есть такие две точки, что Б среди нас Д, С среди нас А. Еще по порядку идут так, А, Б, С, Д. Хорошо, и что мы будем в такой лучшем делать? Теперь увеличим длину маршрута. Как? Пройдем из А в точку Б, из Б в точку Д, из Д в точку С. И в чем увеличение? Длина не увеличена. Увеличение в том, что концы соединены. Так, то есть теперь маршрут стал циклическим. Да. То есть если у нас есть нециклический маршрут, и вот такие два игра, то он превращается в циклический. Теперь смотрите. Давайте посмотрим, как он превращается. В А, идем в В. По низу. Потом идем в Т, правильно? По отрезку вот этого. Потом в С. Потом из Д идем долго в С, и потом по отрезку идем в А. Вот этот может быть долгим, ВД прямой отрезок, АС прямой отрезок. Ну да, получили замкнутый маршрут. Теперь. Нет, собственно, давайте сейчас поймем. А почему действительно такая ситуация обязательно найдет? Нет, Алексей Ильич, вот эту ситуацию я потом объясню. Сейчас смотрите, что будем дальше делать. Если в этом маршруте не все вершины, то из-за связности графа существует отрезок, идущий из этого цикла куда-то еще. Да, конечно. А поэтому я могу увеличить маршрут. Как? Количество вершин в нем. Эта точка идет и обходим. Мне это интересно, чтобы все вершины вошли. Правда. Действительно. Если у меня уже есть стычки, то уже из любой вершины достаточно во внешнюю область, а графа у нас связанная, поэтому такой путь есть. И значит, мы сумели укрепить. Отлично. Значит, осталось вот это. Осталось это лембом. Если мы ее сделаем, то все будет хорошо. Это не единственный способ решения этой задачи, но вполне разумный. Более того, большую часть решения он вам уже рассказал. Осталось такое лембом доказательство. Если у нас есть такой путь, при этом он состоит не более, чем из N вершин, и из левого края в этот путь ведут, причем внутрь этого пути, ведут не меньше, чем N пополам отрезков, и из правого края, наоборот, вот внутрь, идут не менее, чем N пополам отрезков, из левого идут не меньше, чем N пополам отрезков, то в таком случае обязательно возникнет вот такой вот перекрест. Алексей Семенович, пронумеруем вершины этого пути. А это будет А1, Д будет АМ. Просто числами на воду А. Да. Теперь смотрите. Итак, это была вершина номер 1, это 2, это 3, это вершина номер K. Мы знаем, что K меньше, чем 0, N. От точки А выходит хотя бы N пополам отрезков. Да. Ну, если нет картинки типа BC, то это значит, что от K-1 отложим N пополам отрезков вправо. К минус 1 меньше N. К минус 1 меньше N, это правда. Вот у нас есть отрезки, выходящие из точки А, да? Один из этих отрезков у нас будет пересудить. Который сюда, он нам в качестве точки цели не глядится, правильно? Но все остальные глядятся. Значит, из точки А направо выходит сколько? Тонка пола минус 1. Да. При этом, как только у вас есть отрезки, выходящие из точки А направо, куда-нибудь, сюда. Выставьте, сюда выходит вот этот отрезок, да? То точка перед ней не годится в точке, связанной с точкой D. Согласны? Замечательно. Значит, минимум вот столько точек не годятся. Из вот этих. Так? Отлично. Из точки D, в принципе, если бы у нас было ребро в точку А, то мы уже все знаем. Поэтому в точку А его не идут. Замечательно. Не идут ребра в эти точки. А куда они могут вообще идти? Ну, в принципе, куда они идти? В камеру с одну точку, правда? И так, у нас всего К минус одна точка. При этом в точку А идти нельзя. И еще вот в эти вот, Н пола минус одну точку, тоже идти нельзя. То есть, осталось вот столько, правильно? Но я утверждаю, что это меньше, чем Н пола. Потому что К минус один меньше Н. Потому что вот это минус, минус, плюс и плюс исчезнет. И неравенство на самом деле зависит в таком виде. К минус один меньше, чем Н. К минус один меньше, чем Н. Так, ну вот, я не знаю. Можешь на этом смысл повторить вершины? Рассмотрим максимальный. Не цикл, а максимальный. От точки А до точки Д. Да. Максимальный по количеству вершин. Да. Только он не Гамильтонов. Гамильтонов – это проходящий по всем вершинам графа. Просто рассмотрим максимальный по количеству вершин Путина, который, в принципе, бывает в этом графе. Так кажется, что если в нем не все вершины… Да нет, почему? Если все вершины, то нам тоже надо его превращать в замкнутый. В любом случае докажем, что из тех же вершин или из большего количества можно сделать замкнутый путь. Да. Очевидно, что если этот путь максимальный, то есть точка А, все вершины, все отрезки идут в вершины этого пути. Да, потому что иначе можно увеличить длину пути. Аналогично с точкой Д. Если бы из точки Д выходило ребро куда-нибудь еще, то мы увеличили бы путь сразу. Да. Докажем ли? Докажем, что существуют такие точки В и С, соединенные отрезки этого пути. Да. Что С соединенос А, а Б соединенос Д. Между прочим, если Б равно А, то это сразу нам замкнет путь. Или если С равно Д, то то же самое сразу мы замыкаем путь. Поэтому любое такое ребро, что называется, для нас годится. Да. И почему же оно есть? Рассмотрим, у каждого вершины соединенные с А, вершину слева. Вот он идти. Да. Таких вершин, если не считать двое этой вершины, как минимум, n пола минус 1. Ну да. Куда? Ну или можно было там считать, тогда в обоих случаях это и минус 1 писать было бы не нужно. Ну, в общем, в любом случае, вот есть то вычисление, которое вверху. К минус 1 – это всего вершин, кроме А. Да? Вот. Еще минус 1 – это вот. Сама вершина А выбрасывается. И других выбрасывающих вершин будет не меньше, чем n пополам минус 1. В таком случае получается меньше, чем n пополам, и все противоречит. Сама вершин 1 – это 1. Да. Отлично. Сумели превратить в замкнутый. Да. Пусть в этом теперь замкнутый тип меньше вершин, чем во всем графе. Меньше, чем n, да. Такая, что граф связан. Ну, мы знаем, да. Любой граф, в котором степень вершины не меньше, чем n пополам, он связан. Просто потому, что, когда берешь любые две вершины, не связанные ребром, то обязательно одна из соединенных с одной из них соединена с другой. Вот эта картинка. Один, n пополам, и другая, там, да, n пополам соединенных с первой, n пополам или больше соединенных со второй. Просто вершин уже слишком много. Да. Ну, он связанный, да. Пусть есть какая-то еще вершина вне этого цикла. Ну, да. От нее можно добраться до цикла. Да. Теперь, забывая вот эту длину, да, и получили больше длины. Отлично. Спасибо.